Мне много там вопросов-то было непонятных. Во-первых, он рассказал целую историю борьбы там, не знаю, как человек служивший. Но это надо быть минимум подготовленным человеком, чтобы все это, так сказать, то, что он описывает, увидеть броски какие-то там его бросали. Во-первых, падение с лестницы. Лестница в старых домах, она очень глубокая. Если учитывать, кстати, его заболевание опорно-двигательного аппарата, ноги, я имею в виду, суставы, то там упасть с нее и встать проблематично. Это во-первых. Во-вторых, падая в железобетонные изделия, бетонные лестницы, человек все равно потеряет сознание, хотя бы на некоторое время. Потом смущает, как он познал, по каким признакам. Опознал. Ну, здесь можно полгорода привезти по таким признакам. Потом еще он сказал, снял маску. Мы так и не поняли научные ставки, как он ее снял. Объяснить он не смог. Пояснил это тем, что в полу борьбы он не понял сам, как снял. Вот здесь выдержка. 1.03.2013 года потерпевшего Цидилкину А.Ф. Для опознания лица предъявлен Носарев С.А., которого он неуверенно опознал как человека, похожего на лицо, совершившегося в отношении него преступления. Однако в ходе расследования уголовного дела иных доказательств, свидетельствующих о причастности Носарев С.А. к совершению преступления в отношении Цидилкина А.Ф. не добыто. Продолжение следует.